Меня зовут Турин Медед, я исследователь информационной безопасности в компании Царка, ресерчер, также организатор хакерской тусовки 26.00 Казахстан. Наши филиалы имеются в четырех городах, мы устраиваем крутые хакерские тусовки. Также меня знают в сообществе как Морти, подписывайтесь на мой инстаграм, там я пишу про информационную безопасность. Что есть такое фишинг? Давайте разберемся с самым простым. Фишинг это попытка злоумышленников завладеть вашими конфиденциальными данными. Будь то логины, пароли и прочее прочее, с помощью рассылки на ваши почтовые ящики, либо прямой перепиской с вами через ваши мессенджеры. Расскажу, что на текущий момент фишинг является самым убийственным кибероружием. То есть с помощью него крадутся миллионные деньги. Хотите узнать, как украсть миллион? В нашей стране в последние годы участились случаи мошенничества. Как видно из скрина, данный случай произошел в компании в Алматы. То есть мы все очень легко, благодаря тому, что Казахстан дает такие возможности, мы все очень легко можем открыть свою тушку, компанию, завести бизнес, но никогда не думаем обойти. Как нормализовать процессы в этой компании, как настроить, как не упустить и не потерять эти деньги, которые находятся в интернет-банкинге. Так вот, этот случай произошел в Алмате. Есть компания и у нее один почтовый ящик. Этим почтовым ящиком пользуется директор компании, человек, который занимается тендерами, закупщик и операционист, то есть секретарь. Например, приходит на почту письмо и самый, получается, человек, который в IT не разбирается, это будет секретарь, который занимается операционкой и особо сильно не задумывается, что за письмо пришло и так далее. Его задача обработать письмо и пройти дальше. Человек кликает по ссылке, собственно, передает свой пароль, после чего приходит инвойс. Инвойс – это документ о том, что надо провести оплату. А компания ввозила товары из-за рубежа на огромные суммы, то есть 50 тысяч евро и так далее. Так вот, мошенники смогли украсить эти деньги, просто подменив эти инвойсы. Вот так просто выглядела фишинговая страница. Она даже не похожа на почту от Mail.ru. То есть корявым методом вставили на взломанный сайт и хакеры угнали 50 тысяч евро. Кейс на 40 тысяч долларов произошел в Караганде. Не так давно я расследовал данный инцидент. И случай очень сильно похож, за исключением того, что компания оплатила один раз 20 тысяч долларов и позвонила по номеру, указанному на сайте. Сказала, где товар, почему вагон соли не приехал на текущий момент. На что им сказали. Один вагон соли мы не можем отправить вам сейчас, так как пути не сформированы в вашем направлении из России. Но мы можем отправить вам два вагона соли, либо просто вернуть деньги. Так как дедлайн уже наступал, близился, а компании необходимо было срочно поставить эту соль, компанию пришлось заплатить за второй вагон. Собственно, как это возможно? Давайте разберем и пойдем дальше. Самая главная цель злоумышленников – это, конечно же, деньги. Посмотрим на эволюцию мошеннических атак. Мошенники на текущий момент не просто копируют сайты, которые надо скомпрометировать, а продолжают их рекламировать. То есть в социальных сетях вы можете наткнуться на такую рекламу, являясь пользователем того или иного банка, того или иного заведения. Можно настроить рекламу конкретно под одного человека. Что мы используем при пентестах, когда мы пытаемся взломать ту или иную компанию по их заказу? Можно ввести ваш номер и чисто вам показывают рекламу. Или чисто вашему начальству показывают одну и ту же рекламу. Можно показывать, допустим, супруге о том, что, допустим, вышла новая приставка, и постоянно показывать ей рекламу о том, что нужно купить мужу такую приставку. Ну, довольно удобно. Так вот, мошенники, пользуясь этим, рекламируют. И в этом году мы смогли взломать самих хакеров, которые хакают наших граждан. Более 2000 человек казахстанцев были взломаны через вот эту рекламу. Мы взломали тех хакеров. Хакеры находились в Турции. И, собственно, если двигаемся дальше, они крадут небольшие суммы. Они крадут по 2000-5000 тенге. Но если вы их умножите на 2000 человек, то получится довольно-таки круглая сумма. От 5 до 10 миллионов тенге. Обычный фишинг. Ничего сложного. Кто знает, что такое биткоины, кто занимается конвертацией валют, те знают, что есть обменники выгодные. Как купить биткоин? В этом году это стало намного проще, но раньше люди просто подходили к терминалам, через Kiwi заполняли свой кошелек, переводили их в биткоины и пользовались данной криптовой валютой. Но мошенники идут дальше, они копируют сайты обменников, делают их даже лучше, чем эти обменники. Собственно, люди, которые пытаются купить эту криптовалюту, либо просто обменять Kiwi на Яндекс и так далее, на другую какую-либо валюту, теряют свой огромный капитал. Собственно, вот сайт так выглядит. То есть это копия оригинального сайта, но она в выдаче всегда выше стоит. Вот такой вишинг. Вишинг – это тот же фишинг, только с помощью голоса. То есть вашей маме могут позвонить мошенники, узнать ее логин, пароль от интернета. Все пользуются здесь Каспи-банком или Хоум-банком. Так вот, ваши родители, скорее всего, уже тоже пользуются данными фишами, благами интернета. Но если позвонит какой-либо человек и скажет, представится сотрудником банка и скажет, что ее пытаются взломать, и сейчас придет смс-код, а они это делают очень просто. Просто в тот же момент они сидят в режиме онлайн и кликают, чтобы смс-ка пришла к вашей маме или вам, и человек сообщает. Такой кейс произошел и с моей супругой недавно, хотя я везде кричу об информационной безопасности, об информационной гигиене. Но, как вы видите, из-за того, что мы не говорим об этом дома, обсуждаем, как защитить свою семью, как уберечь свою семью, вот такие инциденты проходят. При пентестах, когда у нас заказывают аудит компании, мы обзваниваем, получается, сотрудников компании и проверяем их на то, что утекут ли через них какие-то конфиденциальные данные. Господа курсанты, вы завтра вырастите, я думаю, в отличных офицеров, будете следить за порядком в нашей стране. И тогда, когда-либо... Я надеюсь. По крайней мере, желаю этого вам всем. Так вот, скорее всего, вы захотите попасть в какой-нибудь корпус B, корпус A, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице. И тогда такие, как мы, придут проверять вас на информационную безопасность. Вишинг, сам телефонный звонок, приносит на 20% успешнее. Я бы не рекомендовал бы вам общаться с незнакомыми номерами телефонов, которые звонят вам, что-то рекламируют или что-то подобное сообщают. Почему? Потому что технологии идут сегодня дальше. Они просто могут разговаривать с вами о любой интересной теме, говорить, что это какой-то конкурс, и вы выиграли в нем. Но потом с этого разговора вырежут ваши слова, фразы, и смоделируют это так, как будто вы согласились на какую-либо сделку. Оформят на вас кредит. Да, это действительно так работает. Но в пентесте на 20% успешнее показывают данные результаты. Идем дальше. Почему это возможно? Потому что подменить номер телефона благодаря технологиям стало проще. Есть в интернете сервисы, один из них вы можете увидеть на экране. За 300 рублей, то есть 1500-1600 тенге в месяц, вы можете спокойно с подменой звонка звонить кому угодно. Мы даже в офисе прикалывались над своим полчаса руководителем, мы звонили ему с подмены номера, то есть выясняли кое-какие подробности. Звонили также его секретарю и говорили, зайди ко мне. Каждые 10 минут секретарь заходил к шефу и не понимал, что происходит. Шеф тоже не понимал. Идем дальше. Также есть вид мошенничества, который называется фишинг через социальный поиск, через поисковые системы. Помните 2014 год? Не знаю, вы помните, не помните, но ваши родители скорее всего помнят. В том году рубль упал, и многие казахстанцы ринулись в Россию покупать оборудование, машину и прочие блага, которые можно по дешевке купить из-за того, что рубль упал. Так вот, тогда появились интернет-сайты. Спасибо. Тогда появились сайты мошенничества типа, на которых можно было купить айфоны, любую технику. Так вот, когда люди увидели такую халяву, они начали закупать их на 20-30 тысяч долларов. Эти кейсы реально, и реально пострадали наши граждане. Если мы бы знали о том, что данная технология еще 10 лет назад была активна за рубежом, то есть, когда продавались условно по 500 долларов планшеты, там продавали их по 50 мошенники. То есть, естественно, планшеты никакие вы не получали, но с вас снимали эти 50 долларов. То есть, было обидно, деньги пропадают. А если вы покупаете оптом, в большом количестве, то еще хуже. На самом деле, при мошенничестве 80% работы заключается в сборе информации. То есть, то, как мошенники собирают информацию на вас. Они могут скачать какие-то слитую информацию, какие-то утечки, либо начать собирать, если хотят подговорить, какую-либо компанию. Давайте попробуем взломать самую крупную компанию Казахстана. Так вот, идем в Google, набираем самую крупную компанию, там самая крутейшая компания Казахстана. Какая компания? Самрук Казна. Идем дальше. Окей, видим сайт. Благодаря расширению от поисковика Shaddam видим открытые порты. Идем дальше. Заходим на сам Shaddam, забиваем IP-адрес этого сервера, видим то, что есть на этом сайте кое-какие неисправленные моменты, благодаря которым можно получить доступ к серверам этой компании. Идем дальше. Не будем распыляться по всему самрук Казне, а давайте выберем одну какую-либо дочернюю компанию, чтобы начать атаку с малого. Пусть это будет самрук Energy. Так вот, переходим на вкладку руководителя и видим список руководителей. На сайте МВД тоже есть список руководителей. Так вот, мы можем собирать по ним какие-либо данные. Но давайте, если адекватно мыслить, руководители никогда не занимаются операционкой, то есть не читают почту и так далее, за них действуют их неответственные секретари. Идем дальше. Идем в такую популярную социальную сеть LinkedIn. Для тех, кто не знает, это социальная сеть для профессионалов, которые делятся своими контактами, чтобы в дальнейшем уйти в другую компанию или просто писать о себе. То есть крутейшая социальная сеть, и она крута для того, чтобы собирать информацию о других людях. Просто забиваем самрук Energy, видим страницу их компании, идем дальше. Видим то, что 40 с чем-то человек от данной социальной сети зарегистрированы в данной компании. Идем дальше. Видим их должности, фамилии, имя, отчество и прочее, где они учились. Круто. Да, мы уже знаем сотрудников в лицо. Идем дальше. На самом сайте есть схема, и мы можем их всех по этой схеме разложить. Кто бухгалтер, кто под кем, кто кому ответственный. И видим такую вкладку. Корпоративный секретарь. Тот человек, который отвечает за вот эту всю переписку, кто отвечает за всю операционку. Крутой человек. Загуглим его. Идем в социальную сеть ВКонтакте, самая доступная. Прочитав его биографию, удостоверяемся, что это именно он, так как дата рождения указана верно. Обращаем внимание на такие моменты, как друзья, группы, в которых он состоит. Почему-то человек играет в покер. Но это, возможно, нам пригодится дальше. Идем дальше. Смотрим его комментарии. Кто-то уже пытался с ним связаться, чтобы он ответил. Но просто идем дальше. Возможно, это пригодится тоже. Смотрим Инстаграм. Инстаграм закрыт. Ну и... Собственно, Фейсбук. В Фейсбуке два аккаунта. Один аккаунт теневой, другой настоящий. Идем дальше. Видим аккаунт в Фейсбуке. Обратите внимание, что красным выделен URL-страница. Это юзернейм. Также обратите внимание на последние посты и то, где он учился. Это нам пригодится. Собственно, теневое в профайл. Что-нибудь знаете про теневые в профайлы? Это не страницы для того, чтобы скрытно от жены добавлять друзья других девушек. Нет, нет. Это страницы, которые Фейсбук создает их за вас. Когда ваши друзья сливают ваш контакт к Фейсбуку. То есть, когда вы регистрируетесь в Фейсбук через мобильный телефон, вы разрешаете ему импортировать ваш контакт-лист. Тогда он за ваших людей, которые в вашем контакт-листе создают теневые профайлы. Ну ладно, идем дальше. Пытаемся восстановить один из аккаунтов и видим, что номер телефона заканчивается на 11. Есть какой-то имейл, который начинается на E и заканчивается на A. Собственно, как мы можем найти этот имейл-адрес? Этот имейл-адрес это и был получается юзернейм. Хотя, то есть, Ерген Шалин заканчивается на N, да, допустим. Вы могли долго думать, какой же у него имейл-адрес. То есть, просто обратив внимание на URL, вы можете подобрать его почтовый ящик. Собственно, пытаемся сбросить пароль от почтового ящика «Любимое блюдо». Какое любимое блюдо у 80% Казахстана? Ну, конечно же, да, но мы же сейчас не хотим нарушить закон и взламывать его, и менять ему пароль. Просто идем дальше. Есть таких два прекрасных сайта. Один из них недавно закрыли, правда, но второй продолжает функционировать. Называется «Have I been found?» Собственно, для чего эти сайты? Вы вбиваете свой имейл-адрес или имейл-адрес ваших знакомых, друзей, ваших родителей и т.д. и т.п. Этот сайт показывает на предмет утечки паролей от вашей почты. Вы можете прямо сейчас зайти в телефоне на этот сайт и проверить свою почту. Скорее всего, большинство из вас были взломаны. Собственно, убедившись, что данная почта ранее была взломана и была найдена в других утечках, скачиваем базу данных, которая доступна в интернете, и находим его номер телефона, который заканчивается на 11, и видим его пароль. Идем дальше. Проверяем, действительно ли номер телефона на текущий момент принадлежит ему. Идем в всеми любимый GetContact.Bot, который утверждает, что это действительно он. Идем дальше. Давайте пробьем его в другом боте, который называется FindFone, и узнаем его адрес, узнаем, что номер телефона ранее был зарегистрирован на Самрук Energy, видим его иин, идем дальше. Собственно, как проверить, что номер телефона принадлежит человеку, просто добавляем его в телефон, смотрим, что он в сети, и стоит его фотография. Теперь мы можем его фишить. Идем дальше. Помимо этого всего, то есть уже здесь можно было закончить все это и сказать, что на любого человека можно найти информацию в сети, из-за того, что сейчас все настолько идет вперед, и мы все в тренде. Но мы еще больше можем найти вас. Есть такой прекрасный сайт, который называется Intel Techniques. Он позволяет нам с помощью Facebook Graph Search, то есть это логика Facebook построена так, что вы можете посмотреть, кто что лайкает и так далее. Собственно, здесь мы посмотрели, в каких заведениях он бывает, какие посты он лайкает, какие посты он комментирует, кого он лайкает и от кого можно ему написать в телефон, то есть на WhatsApp. и это можно было прекратить. То есть мы в принципе знаем, как взломать сам рукэнерджи. Но у вас в Караганде есть крутая компания, которая называется ArcelorMittal. Если загуглить на сайте, то есть крутой сайт, Hunter.io называется. Он тоже показывает списки имейлов, площадь на утечки и так далее. Если забить ArcelorMittal.kz, выходит список имейл-адресов, по которым вы можете не таргетированно отрабатывать, а разыскивать спам, фишинговый этим людям. То есть один из них по-любому попадется, который позволит вам проникнуть в их сеть. Так что надо беречь свою сеть, беречь своих пользователей, своих сотрудников и так далее. И на самом деле кейсы очень печальные, так как каждую неделю нам звонят со всего Казахстана, чего стоят одни только вот эти финансовые пирамиды. Вы должны об этом всем знать. И в первую очередь соблюдать порядок в нашей стране, уважаемые курсанты. Спасибо за внимание. С вами был Турин Ведет. Подписывайтесь на Инстаграм.